я открыл свой проект чтобы показать что можно сделать с помощью FL studio 10 послушайте вы видите главный плейлист проекта вверху видите маркеры которые я создал сам чтобы было ясно где какие части трека находятся разноцветные блоки это паттерны в каждом паттерне написаны партии разных инструментов двойной щелчок по паттерну открывает эти партии каждый инструмент направлен на отдельный канал микшеры и в каждом канале есть свои обработки все эти каналы с разными громкостями автоматически направлены на мастер-канал которым тоже есть свои обработки FL studio является программным секвенсором секвенсор это устройство для записи миди сообщений миди сообщения это ноты и различные настройки этих нот вообще миди расшифровывается как musical instrument digital interface в переводе на русский цифровой интерфейс музыкальных инструментов это стандарт с помощью которого создается вся электронная музыка в мире так вот секвенсоры бывают аналоговыми это те которые присутствуют на крутых синтезаторах называемых рабочими станциями например корк тритон либо на грувбоксах и сэмплеров с помощью которых тоже можно писать музыку только без компьютера так раньше делали а некоторые и до наших дней так сказать не изменяет традициям все электронные музыканты начиная от джан-мишель жары и заканчивая пройдет и секвенсоры бывают программными по нашему эта программа для компьютера в которых можно писать музыку все самые распространенные проги можно посчитать по пальцам обеих рук вы наверняка где-то их уже слышали кубейс нуэндо и болтон лайф лоджик про тулс кейкок сонар ризан пейсид рипер и другие основа основ всех музыкальных секвенсоров это дорожки и каналы на которых вы пишете свои партии вставляете нужный инструмент в fl studio главным образом используется паттерны паттерн в дословном переводе это узор а в нашем это музыкальный кусочек в котором нарисованы ноты создающие определенный узор и эти паттерны можно располагать в нашем плейлисте уж определение плейлиста вы должны знать после использования любого плеера так вот плейлист это тот же плеер в котором вы как художник и заполагайте паттерны в нужном порядке в нужном количестве а сами паттерны могут состоять не только из нот различных инструментов но и из сэмплов сэмпл это кусочек аудио который был вырезан из какого-то трека либо который был специально записан автором например я могу записать на микрофон удар чайной ложки об чашку и вставить эту запись в свой трек это будет считаться сэмплом или в этом конкретном случае ваншотом что переводится один удар ваншот также можно засемплировать любой чужой трек и использовать его луп в переводе с английского луп это цикл вся электронная музыка в особенности танцевальная построена на лупах вы наверняка слышали от старшего поколения мнение о современной танцевальной музыки разве эта музыка в ней же постоянно повторяется одно и тоже все это потому что она циклично например есть известное видео где показывается как чувак нашел все сэмплы и лупы которые использовались в треке группе prodigy smack my beach up и выстроил их точно также не поверите но это факт самая известная танцевальная группа в мире стала популярна с помощью использования чужой музыки и заслуга лайма холета того кто отвечает за музыку в группе prodigy только в том что он грамотно расположил и обработал эти сэмплы в своем секвенсор и кстати полное название fl studio fruity loops studio как раз из-за того что музыканты могли использовать лупы в своей студии это была одна из первых программ в которой можно было использовать именно лупы а не создавать какие-то новые записи гитар барабанов и так далее просто можно было взять какую-то пластинку засамплировать ее луп и использовать его для своего трека мой главный совет начинающим музыкантам который я нигде не встречал ищите в интернете библиотеки сэмплов и качайте качайте и качайте куча библиотек продается на специальных сайтах в том числе и на русских кучу библиотек есть на торрентах бесплатно вам только остается купить безлимитный тариф интернета и выбрать нужные вашим стилистическим предпочтением библиотеки причем они прям так и называются по стилям хочешь писать хаос ищи библиотеки со словом хаос хочешь писать даб степ или drum and bass качай библиотеки с этими стилями в названии и вот для этих нужд я призываю вас освободить на жестком диске достаточно много свободного места или даже купить дополнительный хард в среднем одна библиотека весит от 600 мегабайт одного размера 9 диска 4,5 гига но есть конечно и побольше поэтому скачав уже более 20 библиотек у вас ощутимо может уменьшиться место на компе в каждой качественной библиотеке а есть и лажовые библы всегда найдется много лупов и ваншотов специально сделано для музыкантов это как нарезка колбасы в магазине тебе только остается положить ее на хлеб и съесть и именно в таких библиотеках есть все виды барабанов которые популярны выбранном стиле вам не придется вырезать сэмплы из треков самому за вас уже это сделал качай не хочу были бы в мои времена такие библиотеки я бы любые умеющиеся деньги за них отдал потому что такие библиотеки дают вам шанс использовать те же сэмплы что и ваши кумиры а это согласитесь уже немало чтобы добавить новый сэмпл или луп вам достаточно открыть браузер слева выбрать нужный звук и перетащить его на степ-секвенсор или плейлист часто бывает так что луп находится не в том же bpm что и ваш трек bpm это количество ударов в минуту по bpm можно угадать даже стиль музыки например хаус любит писать в диапазоне 125-133 bpm техно ближе к 140 транс около 150 драм-н-бас от 170 до 210 хип-хоп от 90 до 110 фанк 110-120 а трип-хоп от 65 до 100 bpm так вот если луп не подходит к вашему bpm то можно его добавить в slice x-channel который автоматически подгонит луп к проекту также в fl studio можно создать разные каналы с разными инструментами например когда вы добавляете wav файл а я вам советую пользоваться только wav и rex файлами то программа сама выбирает вид канала для этого сэмпла который называется сэмплер если вы хотите добавить синтезатор то в fl studio есть такая фишка жмем на иконку браузера правой кнопкой мыши чем запускаем плагин пикер видим перед собой кучу иконок каждая иконка это плагин плагины это мини программки которые можно вставлять в секвенсор они делятся на два типа плагины которые создают звук и плагины которые обрабатывают звук а второй группе плагинов мы поговорим позже раз уж мы решили выбрать синтезатор то еще внизу подпись синтезайзер и нам будет показать только синтезаторы в fl studio есть достаточно много встроенных синтезаторов чтобы создавать какие-либо прикольные звуки если бы нам понадобилось создавать барабаны то нужно было бы выбрать закладку drum у себя в fl studio вы можете не досчитаться нескольких синтезаторов которые вы сейчас видите потому что я добавил некоторые синтезаторы сам например массив про 53 или electric piano это плагины сторонних производителей которые никак не относятся к fl studio когда вы устанавливаете плагины они по умолчанию ставятся в папку c program files vst plugins и чтобы увидеть их после установки нужно обновить список плагинов внутри fl studio то есть надо открыть список всех плагинов и нажать кнопочку рефреш и выбрать фаст скан мы выберем синтезатор 3x osc это простой синтезатор звука но с большими возможностями например я сейчас настрою звук баса похоже на баз дабстепа так так но прежде чем записать бас не нужно записать ритм секцию так что в следующем уроке мы напишем бит и только через урок мы вернемся к басу продолжение этого курса вы сможете увидеть на сайте звук точка ру вбив в вашем браузере простую ссылку в точка звук точка ру слэш fl 10 в оставшиеся пяти урок я расскажу о настройках программы fl studio 10 а степ секвенсоре а пьяно ролл и редактирование в нем нот а микшери и маршрутизации об эквализации и сведении о компрессии и мастеринге о реверберации и теории пространства в вашем треке о плагинах и автоматизации о финальном рендере mp3 файла и об основных ошибках начинающих музыкантов еще раз напоминаю ссылку www.zvuk.ru слэш fl 10 увидимся на звуке